Самарский цирк должен открыться после реконструкции весной 2018 года. Это крайний срок, такую задачу поставил губернатор. Первый транш на выполнение работы из областного бюджета будет переведен уже в этом году. Все для того, чтобы к чемпионату мира город на самом деле преобразился. Современные, удобные и, можно сказать, уникальные. Проектировщики, продумывая, каким будет цирк, старались сделать его запоминающимся. Большое витражное стекло будет защищено решеткой из поликарбонатных трубок. Это и ярко, и позволит защитить здание от перегрева. Такое же решение, например, было использовано в концертном дворце в Испании. Губернатору рассказывают, административно-бытовой комплекс, расположенный за основным зданием, будет демонтирован. На его месте появятся два других. Больше станет гостиница для артистов, появится современный тренировочный манеж. Не будут стеснены в проживании и животные. Два здания будут соединены между собой переходом. Сколько смертной стоимости? Сметная стоимость без оборудования получается примерно порядка 700 миллионов. А оборудование? По практике, объект, который сейчас в госсирке запустил, около 50 миллионов – это изветный звук полностью. Основное здание перестраивать не будут, его приведут в порядок. Конструктивные особенности останутся прежними. В цирке можно будет проводить и ледовые выступления, и водные. Правда, в одной программе все это сочетать не удастся, иначе получится слишком затратно. Нужны подвальные помещения 16-метровой глубины. А это фактически означает снести здание. А вот зрительские места, скорее всего, изменятся, их станет меньше – 1800 вместо 2200. Но это вопрос удобства. То есть проходы шире, кресла больше. Возможно, изменится форма главного входа в здание. По словам губернатора, и его поддержали все участники совещания, пока он не смотрится гармонично. Что касается цвета, то также вопрос на обсуждении. Цвета вот эти уже как бы подобраны. Ну, это проектное предложение на данный момент. Все равно. Если есть пожелания. По цветам как? Это будет с почвы Диславы. То есть у нас переход в вечный огонь, храм. И там достаточно вот такое яркое пятно. Оно должно быть ярким, потому что говорили, что цирк – это, в общем, праздник, да. Но с конкретным цветом можно еще поиграться, надо посмотреть. Ну, насколько ярким может быть, да? Ну, да. Терраса перед цирком будет использоваться для размещения на ней аттракционов или других детских развлечений. Еще одна идея – построить пешеходный мост через улицу Маяковского. Стоянку предлагают врезать в склон, ведущий к Волге. Не исключено, что она будет построена на условиях государственно-частного партнерства. Экономить на количестве мест не будут, так как рядом и дворец спорта, и набережная. Проект должен пройти все экспертизы к 1 августа. Из областного бюджета на условиях софинансирования будет выделено 330 миллионов рублей. Деньги из Федерального министерства культуры поступят в 2017 году. Вопрос знаковый. Сто миллионов мы определим для того, чтобы в этом году начались вот всю работу. Вот всю. 18-й год – сдача. Декабрь. Край там, не байфевраль. Надо ускоряться. Чемпионат мира. Чемпионат мира. Проектировщики учли ряд замечаний. В ближайшее время будет представлен доработанный проект. Сергей Овчинников, Ольга Павловская, Дмитрий Аватарцев. Новости губернии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА